Приветствую вас с точки зрения профессиональной психотерапии. Я не вижу возможности помочь вам с вашим вопросом, потому что нельзя оказывать клиентам помощь через треть их лиц. Вы находитесь сейчас в отношениях, которые называются треугольник Карпмана и описаны довольно хорошо Эриком Бёрном. Вы находитесь сейчас в позиции спасителя, пытаясь спасти свою сестру, при этом очевидно преследуя какую-то свою цель, и пусть вам и эта цель кажется благородной, правильной и так далее. То есть мне вот с точки зрения профессиональной психотерапии ситуация видится такой. Спасают, как правило, люди, которые пытаются таким образом реализовать что-то для себя. Ну, например, вот почему вас так волнует семья вашей сестры и её взаимоотношения с мужем. То есть, конечно, понятно, что вы переживаете за свою сестру, понятно, что вы можете переживать за неё. Это, безусловно, так, но речь идёт нескорее о том, что вы не уважаете выбор своей сестры жить, например, так, как она живёт, почему-то. Да? То есть очевидно, что вас подобная ситуация как-то задевает чем-то. И вот именно этот момент, момент того, что вы оказываетесь вовлечены в отношения своей сестры, хотя её отношения, это её отношения. И к вам, как бы это, вы с этим не соприкасаетесь, это её выбор. Вот именно этот момент является тем элементом, условно говоря, спасительства, который присутствует в вашем вопросе. Соответственно, с точки зрения, опять же, психотерапии, вам рекомендуется терапия и помощь для созависимых. В данном случае вы выступаете как участник созависимых отношений. Предположим, сестра является жертвой, у неё есть агрессор, в данном случае её муж, и у неё есть спаситель, в данном случае вы. Которая она, возможно, жалуется, рассказывает, как у неё, ну, обстоят дела, вот. И ничего, сама, для улучшения своей ситуации, для улучшения своей истории, ничего не делает. К сожалению, к сожалению, вот. Поэтому здесь, как я и сказал, вам нужно выходить из элемента созависимых отношений. Что касается скандала, скандала, который вспыхивает между, ну, между вами, между вашей сестрой и мужем, её, то здесь я могу сказать следующее. Тот же Эрик Бёрн достаточно хорошо и подробно описал такую игру супружескую. Собственно, вот такую супружескую игру, значит, которую часто играют, собственно, супруги. Значит, им описана супружеская игра под названием «Скандал». А-а-а. Так и называется. Скандал. Психологическая игра «Скандал». Соответственно, скандал используется людьми тогда, когда в той или иной степени они, то есть люди, боятся сближения. Того или иного уровня сближения, того или иного формата сближения. Психологическая игра «Скандал» используется и для избегания сексуальной близости. То есть если люди просто не могут позволить себе, к примеру, интимную близость, то используются скандал для того, чтобы этой самой интимной близости избегать. К сожалению, к сожалению, но это вот, это так. Вот, и продолжаться подобное будет до тех пор, пока кто-то из людей, кто-то из супругов не выйдет из этого деструктивного поведения. Возможно, этим кем-то можете стать и вы. То есть вы можете выйти из этого поведения, вы можете перестать, допустим, ну, поддерживать. Свою сестру. И тем самым вынудите ее делать что-то самой, самостоятельно. Вот. Возможно, есть какой-то еще способ, но так или иначе, та модель поведения, которую вы используете сейчас, сейчас, эта модель поведения абсолютно не работает. не работает, потому что лишь только подкрепляет ту позицию, которую выбрала ваша сестра. Ну, скажем так, некие ваши, может быть, проблемы. Поэтому, я рекомендую вам больше внимания уделять именно себе, и тому, что вы сами хотите. Вот. А сестра ваша сдается сама, если ей надоет. Но в качестве рекомендации. Но в качестве рекомендации, в качестве ответственной рекомендации, вы можете предложить ей наш сайт, в котором она может получить необходимую ей помощь по корректировке своих отношений с семьей. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.